Это крестьянско-фермерское хозяйство из числа тех, где дорога к африканской чуме практически открыта. По голове здесь 240 свиней. По словам руководителя, вакцинации животных от всех болезней, в том числе и классической чумы, проводятся регулярно. Однако документального подтверждения этому нет. Нет здесь и простейших средств защиты, да и с ковриков, да и забор вокруг частных владений тоже не поставили. Самим для нашего хозяйства не подсела, потому что надо, чтобы у нас комплекс был закрытого типа. Надо тут забор закрытого типа строить, для этого нужно очень много средств. Но то, что нам под силу, мы все это делаем. Идеальный пример – единственный в районе свинокомплекс закрытого типа хозяйство Моргенское. Посторонним сюда вход воспрещен. Десковрики, десбарьеры – обычные нормы безопасности. Перед началом рабочего дня все сотрудники комплекса проходят вводные процедуры. Журналисты не стали исключением. После вводных процедур каждый сотрудник свинокомплекса закрытого типа одевает вот такую спецодежду. В ней он уходит только здесь, и в конце рабочего дня экипировка отправляется в стирку на дезинфекцию. Таким образом обеспечивается еще один уровень защиты животных от опасных вирусов. Другая норма безопасности – запрет для всех сотрудников комплекса на содержание домашних свиней. Люди воспринимают именно эти правила, этот душ, воспринимают в порядке вещей. То есть так должно быть. Однако все старания по обеспечению безопасности окажутся напрасными, если в радиусе меньше 100 километров выявят хотя бы одну зараженную свинью. Тогда все по голове свиней, даже здесь, где все стерильно, по ветеринарно-санитарным нормам, должно быть уничтожено. Даже это место, все здания, свинарники, все оборудование придет, будут уничтожены. Африканская чума уже успела похозяйничать в Оренбургской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Ущерб там измеряется десятками, а может и сотнями миллионов рублей. Юлия Алямкина, Александр Мажанов, Вести Мордовия, Дубинский район.